12 лет в колонии строгого режима. Такой приговор был вынесен 39-летнему жителю села Красные Читая. В феврале этого года он жестоко убил свою сожительницу. Как нательный крестик поставил крест на жизни молодой женщины, Екатерина Шиверова из зала суда передает. Суд приговорил Манина Андреяна Григорьевича признать виновным. С ухмылкой этот мужчина в клетчатой рубашке узнал, что на ближайшие 12 лет он переоденется в тюремную робу. За монотонным чтением судьей приговора чудовищная трагедия, длившаяся несколько часов. 24 февраля именно в этой квартире происходило убийство. Вот на этом холодном кафельном полу лежала абсолютно голая женщина. Тогда ей еще можно было помочь. Женщина, имя которой нельзя называть из этических соображений и по решению суда, пришла на праздник день рождения бывшего возлюбленного. На столе не женский коктейль, водка, шампанское и коньяк. Такое вот торжество. В руке подарок, нательный крестик. Именинник оказался суеверным. За презент начал избивать жертву. Такая любовь. Уже в зале суда настаивает мать убийцы. Любимая женщина, полностью обнаженная и в крови избитая, до полусмертия смогла вырваться. В подъезде ее видели соседи. Мы ничего не видели. То она только видела, как она там лежала. И все. Что именно там произошло, ничего мы не знаем. А почему не позвонили в полицию? А там стоял этот самый, у них это. Это моя жена, сказал он. Ну разве жену можно бить? Откуда мы знаем все там, что случилось? Она голая лежала. Ну мы что, откуда мы знаем, что случилось-то? Уже это уже все. Уже и так хватит. Откуда мы знаем, что случилось-то? Мы ничего не знаем, не видели. Чудовищное безразличие, на мой взгляд, и равнодушие со стороны отдельных свидетелей, которые видели и знали о том, что он ее избивал. Когда соседи ушли домой, издевательство продолжилось с новой силой, снова в квартире. Когда женщина перестала дышать, изверг попытался привести ее в чувство. Ногой. Делал непрямой массаж сердца, сломал ребра. Мой подзащитный с переговором не согласен. Мы будем подавать операционную жалобу судебной коллеге по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики. Там действительно наши доводы суд полностью не проверил. В момент убийства в квартире был еще один человек. Он был пьян в усмерть. Сейчас он отбывает срок за угон автомобиля. К расправе над женщиной непричастен, выяснили следователи. Осужденный за минуту до приговора все еще пытался свалить вину на другого. Вы признаете свое вину? Нет, не признаю. Мне поставили. Покрывают настоящего убийцу. На подачу апелляции у адвокатов есть 10 дней.